Азбуку учат, в избе кричат. На Руси за любую провинность при обучении грамоте детей разных сословий могли высечь розгами. Но в завершении каждого этапа обучения проходила торжественная церемония. Она символизировала второе рождение человека. Этнографические предметы, как иллюстрация обряда, также представлены в экспозиции. Когда приносили горшочек молочной каши, завертывали его, оборачивали в платок женский и все вместе его съедали, а затем горшочек разбивали. Ну и, соответственно, сверху складывали несколько монеток, как плата за обучение учителю. Древняя система обучения существовала до начала 20 века. По мнению научных сотрудников, данная концепция актуальна и сегодня. Именно в три этапа львого ребенка можно обучить древнерусской речи. Изучение членово-насловянского языка, именно как культурное наследие наших предков, поможет ребенку впоследствии в старших классах, может быть, лучше понять классическую русскую поэзию. Один из знаковых экспонатов – икона 19 века с изображением Кирилла и Мефодия, а также образы Сергия Радонежского, олицетворяющие усердие в обучении. Мини-проекты на православную тематику в художественном музее проходят регулярно. Главная цель этой экспозиции – развенчать миф о том, что на Руси крестьяне были неграмотны. Дети начинали с русского народного творчества, да, с мифов, блин, вот то, что сказок. Потом приступали к тяжелым книжкам. Православная просветительская выставка распахнет свои двери 27 августа. Организаторы уверяют – посетить экспозицию будет интересно не только детям, но и взрослым. Последних ждут познавательные лекции о старопечатной литературе и истории книги. Анастасия Грица, Александр Антропов, День с толком. Анастасия Грица, Александр Антропов, День с толком.